Представим себе, что санкций не было. У Путина сотни миллиардов долларов валютных резервов. Китай не боится помогать России оружием и деньгами. Путин продолжает экспортировать нефть по рыночным ценам. Сколько бы у Путина было бы солдат, которых он бы нанимал, платя им бесконечные деньги, китайского оружия, иранского оружия, которое он мог бы покупать в бесконечных количествах. Наверное, исход событий на поле боя был бы другим. Заметьте, что последние полгода линия фронта практически не сдвинулась. В том числе это происходит потому, что у Путина есть недостача квалифицированных и мотивированных солдат, что оружие ему приходится покупать в Иране и в Северной Корее, а не в Китае. Обход санкций происходит, но он обходится дорого. Да, есть дырки, эти дырки, соответственно, каждый дополнительный пакет пытается заткнуть. И каждый раз, когда Запад пытается закрыть одну или другую дырку, возникает новая. Но еще более дорогая для Путина. Продолжение следует...